Бывает такое, что человек из-за чего-то переживает, мы ему говорим, ну да, не переживай, что такое, зачем, а он злюится, ну зачем-то почему-то. Мы ему тут поддержку оказываем, сочувствие выражаем. На самом деле есть в психологии такое понятие подстройки. Значит, если вы хотите, чтобы человек, находящийся в переживании, а у него же травма, он сосредоточен на этом переживании, да, и вы тут снаружи приходите и стучите ему туда, и говорит, ты идиот, что переживаешь, прекрати. А он тут кроме своего переживания сейчас не видит ничего. Поэтому задача, вы сначала как бы должны подстроиться, понять, что переживание для него сейчас, оно объективно, оно реалистично, оно значимо, да, и поэтому, ну, бессмысленно ему говорить, перестань переживать, перестань видеть. Ну, как можно перестать видеть? Нет такой возможности. Поэтому вы сначала подстраиваетесь. У вас возникает с человеком такая эмпатическая связь, и после этого вы уже показываете ему ещё что-то, что, возможно, он из своего вот этого переживания и ужаса не видит. И вы это туда вносите, в его видение, и его переживание, концентрация его начинает снижаться, внимание начинает расширяться, и дальше вы можете помочь ему как-то другого ракурса показать, там, какие-то временную перспективу развернуть, да, потому что, в конце концов, все несчастья, они когда-то заканчиваются, может, другие начнутся, но эти-то прекратятся, вот. Но это человечности, нам не хватает сейчас всем её. У нас у всех мнение, надо переживать, не надо переживать. Людьми-то быть можно? Счастье-то, когда тебя понимают, сначала поймите человека, а потом уже покажите ему что-то ещё, и он что-то другое поймёт. Вот, такие дела. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова